А тем, кто смотрит интервью, отдельный привет. И вы на StreamFest, и у нас будет много интересных еще гостей. И на этот раз уникальный гость, М. Софи, которая и стримит, и мега активничает на сайте. У тебя в какой-то момент была, я сейчас не знаю, на данный момент, но у тебя самая высокоэксповая комната. Теперь меня Танюшка, кстати, обрала. Да? Да, в основном теперь высокоэксповая комната у нее. Но я так скажу, пишу ачивки, фармлю ачивки. Молодец. Мы проводили это как эксперимент, у нас просили ачивки, идея появилась с этими виртуальными патентами. В чем твой главный мотиватор? Почему ты решила, и как ты смогла заставить все же огромное количество предметов? Как ты набирала предметы для комнаты еще? Слушай, изначально рандомно, потом открылась комната, которая выглядит, ну, как прям друг комната, там, и пляж, ничего. Я такая, блин, а сделаю-ка я с нее стримерскую. Да, и поставила тогда компьютер, поставила тогда клаву, консольки, которые открылись, ВП-шку тоже поставила, стиралочку, там, это все. У тебя это в комнате, все-таки? Ну, это маленькая комната. Я же все-таки, как бы, начинающий стример. А что ты стримишь? Слушай, вообще стримлю в последнее время все подряд. Вот, подсела на Dark Souls. Правда, со второй части немножко сгорело и дропнуло. А в целом, сейчас у меня основная, это Dark Souls, а так индюшки, всякие, и плей-проекты, которые выходят новые, потому что сейчас у меня появился кноп, который может это позволить. Вау, какой, какой, расскажи про кнопку. Да, среднестатистически, по крайней мере, лучше, чем был мой ноут, который, с которым я начинала. А вот ты сказал. Да, я с ней был с ноута поначалу, поэтому сейчас любой комнат лучше. Да. А в целом, по настроению. Пыталась встречать с Levitix.com, первый в Локомборде. Локомборде? Да. А ты тебя пошутил, как-то, да, с тобой. Ну, как тебе сказать, меня замотивировали. Вот, меня хватило ровно на два стрима. И сейчас надо попродолжить, но у меня там, как бы, первый террор. Мне так не хочется. Террор, да. Первый опасный, сам. Ну, в смысле, он гораздо, по сравнению с типовыми виссиями, террор, это, конечно, совсем другая игра. Но там есть вивки, которые позволяют, и правила, которые позволяют террор проходить почти без потерь по мирной. Это, например, шучки с рассветкой. Не надо, если два стрима тебя не зацепило, то... Нет, меня зацепило, но это очень сложно. Особенно, вот, у тебя с этим проще. Совет, как бы, фыба. А у меня, типа, ну, знаешь, так я более-менее лояльно, короче, отношусь, но в итоге это превращается в марафон каких-то советов, которые просто... А-а-а-а, да заткнитесь, да? Ну, да. Проблема еще совета в том, что они иногда друг другу красиво речат. Да. А-а-а, у тебя, и тебе очень сложно через какое-то время следовать всему без имени какой-то системы, если ты будешь рассчитывать только на советы, если ты сама не начнешь там понимать, разбираться, оно все будет складываться и... И советы еще. Знаешь, какого типа бывают? Нет, ты бы могла сделать вот так, а тебя начинают выдать, берут за руку именно прям, тебе надо поставить вот сюда, тебе надо пострелять и этим, и в итоге это превращается как будто, ребят, я вам скажу, зачем, поощритите сами поиграть. Да. Вот, вот, человек понимает, ребята. Я вот поэтому не хочу. Какой смысл играть, если тебе говорят, что нужно делать? Я же не это самое, я же... Я же не дурак, я могу бы сам. 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 Не получи, не убирай. Стреляй во врагов, чтобы наносить урон, да? Да, да. Хорошо. А кроме... кроме X-Choma... кроме X-Choma Lone War, есть какие-то еще игры, которые... Которые более, более нормальные. Более нормальные? Да. Недавно прошла, кстати, наконец-то добралась до Детройта. Блин, такая обалденная группа. Мне очень понравилась. Я ее начала второй раз проходить, но уже без стрима. Даже так? Да, потому что у меня, короче, получилось как? Все выжили, но концовка мне не понравилась, спойлер, кстати. Ага. Вот, теперь я хочу перейти по-другому, чтобы там еще параллельно там всякие ветки, альтернативные открыть и так далее. Вот. Плюс я тех же разработчиков Хэйрэйн тоже поиграла. С него сгорела. Хэйрэйна? Очень простая это. Она простая, я сгорела с персонажей, с мотивацией, с поведением. Просто сидишь, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Я уже не помню. У нас скрипач, Полин. О, минус уши. А в целом, я говорю, у меня в последнее время вот такие маленькие игрушки на пару стримов. Чисто отвлечься от Дарксоуса, отвлечься от того же Икс Кома. Мама, это что? Рон, привет. Я уже не помню, что он там творил, но имя вызывает именно такие ассоциации. Ну, хорошо. Расскажи, пожалуйста, о своих планах. О, можем еще в разрезе к ГГ поговорить. Есть хорошая возможность, я раньше этим не пользовался. Ты же как один из тестеров. Что еще с тестерами? Я сейчас баги будешь показывать? Нет, я тебе покажу пальто. Позовите пальто, пожалуйста, Миша. У меня просто есть боль. Помнишь, когда ввели знаки на 12 месяцев? У меня была проблема с клоидами. Их не выдавали. Короче, ребята сказали, что их пересетали, а нам с пальто их не дали. Все брухлы, фимоначи, в ричке, что их нету. Мы сделали вот такую комнатку. Комната ожидания поинтов запреты. А зачем, если у вас все равно наверняка смайлы там открытые? Да, открытые, да, открытые. Мне не хватает, а следует его смайликнуть чуть-чуть. Требуем справедливости. Здрасте, я понимаю, что это очень важная проблема. Лучшие УПы уже начинают разбираться. Хорошо. Но в целом, что тебе не хватает на ГГ? Людей. Людей, да, хорошо. Я не знаю, что делать, ребята. Без вашей помощи точно никак. Вот. Людей. Тебе не хватает Танюшки, да? Тебе не хватает Юда на с кем-то? Да нет, мне стримеров не хватает. Не хватает зрителей. Ну, я думаю, это вообще известная проблема. А вообще, мне нравится вектор, в котором как бы развивается это все. То, что плеер новый запилили и так далее. Вот. Блин, как бы так сказать. Хочется просто чуть более масштабных изменений. На все Лафиба говорит, нужны руки. Так и есть. Блин, я сейчас загрущу. Не время грустить, Михаил. Хорошо. Друзья, дайте, пожалуйста, добрые люди ссылку на канал Софи. Что будешь стримить в следующий раз? В ближайшей трансляции тебя будет по? ДС-3. ДС-3. С страданием ты сказала, да? Ну, как бы тебе... Как я могу тебе помочь? Ее проходил без смертей. Как бы, если тебе... Она была... Седьмого, что ли, раза седьмого нравилось. Она несложная. Она несложная. Ты во вторую играл. Во вторую играл. Я тоже без смертей проходил. Вторую первую тоже проходил без смертей. Мне первая очень понравилась. Вторая вообще не понравилась. А третья где-то нет, что придешь. Непонятно. Вот. Но в целом, конечно, игра очень красивая. Да. Все получится. Самый с интересным голосом. В общем, спасибо тебе за то, что активничаешь, что скримешь. Спасибо, что даете. Возможности вшли. Так все. Это что, против, что ли? Ну и дыши, если что. Айбери футбол. Все. Пока. Пока, ребята.